Долгие годы мы были отлучены от своей истории, и только теперь прошлое поднимается извод забвения. И мы видим, что не все потеряно. Потому что были люди, которые своими скромными силами сохраняли, возрождали культуру. Это их негромкий подвиг удержал нас на краю беспамятства. Субтитры создавал DimaTorzok В самом сердце России, близ старинного города Козельска, стоит мужской Веденский монастырь, Оптино-пустынь. В недавнее время монастырь умирал, медленно превращался в руины. А ведь четыре столетия он считался одним из самых почитаемых на Руси. Славу монастырю принесли его старцы-отшельники, владевшие редкой силой духовного утешения. Слабые и гонимые стекались сюда, и много смятенных душ находилось здесь исцеление и смысл жизни. Видно была в слове старцев мудрая правда, раз приходили к ним Гоголь, Достоевский, Толстой. Это слово передалось нам через самые мрачные годы истории, как духовное завещание старцев. Оно питает тех, кто в поисках добра, в стремлении слышать друг друга, пришел поднимать Оптину пустынь. Здесь трудятся вместе старые и молодые, верующие и атеисты. Все, кому дорога память предков. Чтобы кирпич за кирпичиком вознеслась колокольня, и вновь засияли прекрасные фрески трапезны. Оптина пустынь будет жить, доколе есть в нас и в наших детях потребность в истине и добре. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok